У нас почти все на месте, еще наши гости подойдут присоединяться. У нас есть сегодня достаточно много времени, чтобы пообщаться. Я буду постепенно представлять наших артистов. Еще раз напомню, что сегодня здесь присутствуют гости Украины, поэтому я прошу вас показать, насколько мы умеем хорошо встречать гостей в Украине, чтобы эти люди запомнили эту автограф-сессию надолго. Дорогие гости, мы можем начать, поэтому, пожалуйста, уважайте. И, первое, я хочу представить наших гостей из Свизерленда, Таймбелла. Друзья, это швейцарская группа Таймбелла, основана в Берни в 2015 году. В настоящее время группа состоит из трех участников, вокалистки Мируны Манеску, барабанщика Самуила Хорстера и мультиинструменталиста Эммануэля Даниэля Андреску. Друзья, давайте еще раз поаплодируем. Пожалуйста, аплодируйте. Окей, the next. Дамы и господа, потрясающий, красивый, талантливый артист, представляющий Австралию. From Australia, Исайя! Исайя Фаербрейс, также известный как Исайя. Это молодой австралийский певец, родился в небольшом городе Муамах в 1999 году. Всего за два года талантливый подросток из маленького городка с большими мечтами смог стать популярным исполнителем. В 2016 году Исайя принял участие в конкурсе «Х-Фактор» и стал победителем австралийского конкурса. Ваши аплодисменты, Украина! Please, welcome, Исайя! Дорогие друзья, наши браты, браты-то сестры, зритые для нас в Беларуси, «Нави-бэд»! Группа «Нави-бэд» с песней «Историю Майго Житца»! Не нужно лишних слов. Итак, дамы и господа, продолжаем. Сейчас хотел бы представить вашему вниманию самого юного участника конкурса «Евровидение-2017». Дамы и господа, из Болгарии, Кристиан Костов! Кандидатура Кристиана была утверждена обещателем через внутренний отбор. Он родился 15 марта 2000 года в Москве и становится самым молодым исполнителем конкурса «Евровидение» в этом году. В 2014 году он был участником шоу «Голос дети» в России, где дошел до финала. Победитель «Евровидение» Дима Билан стал его наставником. Приветствуем вас. И, дорогие друзья, у нас еще есть участники. Хочу, чтобы вы поприветствовали также в бурном месте авлодисментами группу из Литвы! «Фьюз Марк»! Эта группа уже 13 лет существует. Ребята приехали с потрясающей песней «Рейн оф Революшн»! Просим ребят занимать свои места. Первый раз пробует свои силы на конкурсе «Евровидение». Итак, дорогие артисты, я сначала объясню людям, как мы работаем, и тогда это очень простая вопрос. И ответить. Дамы и господа, мы делаем очень просто. Ваши вопросы, пожалуйста, подумайте. Но для начала, позвольте... Я буду задавать первый вопрос. Но еще хотелось бы представить, у нас появились еще наши гости, еще одна группа из «Сан-Марино». Дамы и господа, Валентина Монета и Джимми Уолсон. Сан-Марино. Опытные участники конкурса «Евровидение» уже четвертый раз. Они пробуют свои силы, и мы безумно счастливы их видеть здесь, в Украине, в городе Киев. Сан-Марино. Welcome to Ukraine. Okay. Итак, все сели. Итак, дорогие господи, дорогие артисты, первое, давайте сказать, что мы так счастливы, это большая honor для нас увидеть вас здесь, в Украине, здесь в Евро-Висионском конкурсе. И как я сегодняшний участок, пожалуйста, дайте мне возможность задать вам мою первую вопрос. Также я буду переводителем, поэтому я буду переводить все, что люди будут задать вам. Не волнуйтесь. Первая вопроса, что это главный цель для вас в Евро-Висионном году? Is it only to win or you want to send some important message? What is the main goal for you this time? Вопрос был следующий, какая главная цель для всех участников в этом году? Who starts Switzerland? You can start, but it doesn't. Hey, hey, hey. Hello, everyone. Hello, everyone. Hi. Good to be here. So, well, I think the most important thing to us is to deliver a very good message, a very deep message. The message of the song, Apollo, is to follow your dream. As we said before, we tried the national final two years ago, but we didn't make it. So we wanted to be a part of Eurovision so badly, so we tried it again. So, the message of the song is to follow your dream. If you want to have a baby, have a baby. If you want to go to Nepal, go to Nepal. If you want to become a singer, go get that dream, make it happen. So, you don't, maybe you don't like the song, it's okay, but I'm sure that everybody can relate to the message. Follow your dream, follow Apollo. Thank you. If you want to give a kiss to Christian, you can give a kiss to Christian. Thank you. Hello, everybody. I think mine is kind of like the same as you guys. I want to inspire young people across the world that no matter how young you are, you still have to follow your dream because your passion in life is your purpose and I want to be a role model for kids around the world and also this year at Eurovision, I feel so grateful to be a part of it. It's such a big thing and yeah, I'm just going to enjoy it and do my best. Thank you. Isaiah also says that he is following one of the main goals to bring it to the whole world, to all of you, that you need to follow your dreams and believe in your dream. For him it's a big honor to be in this competition, in this year to represent your country. He is incredibly happy. So, the main message from Isaiah is believe in your dream, and the dream is going to be done. Our friends from Belarus, welcome to Belarus. Welcome to Ukraine. We are the best and wonderful. Мы из Беларуси и с великой радостью приехали на Евробачене сюда. Наш главный месседж сегодня и в конкурсе это рассказать про нашу родную могу. Потому что в первую очередь мы заспеваем на беларуске. Это не великий такий риск, мы разумеем. Але в любом случае мы скажем великий дякую за такую поддержку, которую мы отчуваем от вас, от Украины. Великий дякую! Дякую! Кристиан! Всем привет! Я очень рад видеть вас, очень рад быть здесь. Спасибо большое за такой теплый прием. Я правда не ожидал увидеть так много народов. Очень приятно за вашу поддержку. Спасибо большое за вашу поддержку. Я хочу сказать, что... Я просто надеюсь, что все мы проводим лучшее время в нашей жизни. Потому что я сейчас себя чувствую самым счастливым человеком на земле. Потому что я вижу вас, вы все так поддержите нас. Спасибо большое за все, что вы сделали для нас до сих пор. И продолжайте делать. Спасибо большое. Все это ради вас. Спасибо. Литва. Фюзмар. Добрый день, друзья. Добрый день. Здравствуйте. 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 Мы Фюзмар. Группа из Литвы. Мы очень рады. Группа из Литвы. Нам очень нравится. Киев. Мы три дня здесь. Но чувствуем себя уже как дома. Очень-очень-очень тепло. Тепло нас встречают. Наша песня называется... Reign of Revolution. Дождь революции. Как известно, Литва – это страна дождя. Мы привезли немножко дождя с собой. Но это песня о... Песня об обновлении. Песня о вере в свои силы. Это чисто человеческий момент. То есть каждый из нас, просто веря в себя, имеет каждый... Постоянно меняясь, исследуя свои мечты, тоже, как бы, может добиться всего, что он хочет. Это первый опыт для нас в Евровидении. Нам очень нравится то, что это происходит с нами. Спасибо вам. Спасибо, Денис и Виктория. Спасибо. Hello! So happy to be in Ukraine. So, our goal is have fun, first of all. We'll be good, yes. If my small country will be... We can get in the final once again after 2014. But first of all, I want to make people happy with Jimmy Wilson on stage. And make people dancing. Enjoy your life, people. Believe in yourself. That's all. What do you want to say? Hello, Kyiv! How are you guys doing? You guys feeling good? Yeah, we're all about fun. You know, we just want to have a party with you guys. Make you dance. Have a great time. It's such an honor to be a part of the Eurovision Song Contest family. It's my first time. And I'm just happy to be here. Thank you. Thank you so much. And now we will start question from people. I believe they have so many questions. Unfortunately not all of you are here, but I don't think so much. This is my first time to be a trip to a place to get on stage. Thank you so much. And now we have to take questions from people. Я думаю, что они имеют так много вопросов. К сожалению, не все из вас могут задать вопросы. Так что я их помогу. Итак, друзья, давайте начнем отсюда. Здесь два человека, здесь два человека, здесь два человека. И после этого будем продолжать. Давайте ваш вопрос. Представьтесь и ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Мои традиционные вопросы для поддержки. Какой сувенир вы хотели выбрать из Украины? В дополнительном микрофоне. Для наших англоязычных зрителей я перебеду. Друзья, вопрос был следующий, что традиционный вопрос от этого человека. Какой сувенир из Украины вы хотели бы увезти, если не говорить о кристальном микрофоне? Я бы действительно беру украинский борщ с меня каждый день. Я люблю это! Я люблю это! Я просто ехали каждый день. Я очень рада, что я рядом с этим рестораном. Когда они украинский борщ, я ехали каждый день. Это невероятно. Спасибо. Наш борщ поедет в Швейцарию, ребята. Хорошо. Исайя. Сувенир из Украины. Я думаю, что я пока покупаю сувенир из Украины. Но я думаю, что я люблю Вереники. Я люблю это сейчас. И я также люблю Зефир. Зефир? Зефир? Десерт? Зефир. Да. Да. Я люблю это. Но я думаю, что если я беру это домой, в Украину, как сувенир, я думаю, что это может быть немного стей. Но в любом случае... Друзья, вы понимаете, по-моему, переводить особо не нужно. Всем нравятся украинские блюда. Поэтому вареники, Зефир. И все остальные блюда наши гости с удовольствием хотят увезти с собой на родину. Ну, мы сейчас бы привезли киевские каштаны в наш Минск. Какие сейчас цветут. Это, я имею в виду, так само халушки. И киевский торт. Я бы, наверное, раз уж у нас тут такое меню, я бы ко всему добавил бы сало. Потому что, ну, как же, куда же без сала? Борщ без сала, ну, куда? А так, серьезно, я... Не знаю, может, вы нам посоветуете, что нам взять? Вот, вот, что, что, что вот прям вот киевское, киевское. А не из еды что-нибудь, что-нибудь, что у нас останется надолго. Что? Вы жива? Хорошо, покажешь мне, где потом можно купить, ладно? Все, ловлю на слове. Просто мы любим покушать. Алло, алло. Ну, плюс ко всем борщам, блинам, я не знаю, каштанам и так далее, ко всей кондитерии, мы бы хотели увести это настроение, которое вот здесь вот царит. Вот это вот все тепло, дружелюбие и, как бы, всю эту открытость, как бы, и поделиться этим в Литве. Спасибо. Да, очень присоединяюсь к Денису. Мы два дня назад были на gym session, где люди вообще подходили, то есть они не такие музыканты, как вот все здесь за столом. Люди просто бесстрашно и дружно очень вообще собирались и джемили, играли музыку и совершенно не стремались. То есть очень крутое состояние, вот у вас у всех, наверное, в душе, как-то, да, вот присоединяюсь к Денису, да, настроение, которое у вас царит, мы бы хотели продолжить там, в Литве. То есть очень дружные вы и, ну, не знаю, смелые и очень настоящие. Спасибо. Валентина. Валентина. Сразу скажу, не знаю, можно купить этот? Можно купить этот? Я люблю. Я думаю, что я бы хотел бы только взять любовь своих фантов с мной. Это всё. Мы бы хотели забрать любовь своих фанов. И вот этот вот большой, ну это к торговому центру мы обращаемся. Я Манчест, да, вы можете сделать это, не без проблем. У нас еще есть вопрос, давайте отсюда вопрос, пожалуйста. Ваше первое впечатление про Киев? Ваше первое впечатление про Киев? Он просто не имеет courage, вы можете перевести это. Я очень приятно удивляюсь от архитектуры. Ваше первое впечатление про Киев. Но я живу в Бухарест за последние 15 лет. И я думаю, что это более красиво, потому что у нас очень большая река. И я люблю это. Это дает очень артистическое впечатление к городу. Я буду отвечать за то, что я говорю. Моя впечатление, что я пошел в ресторан, я ехал, и у меня было впечатление, что когда я буду здесь, я должен взять два места в аэропе для себя. Это моя первая впечатление про Киев. Наши друзья Швейцари говорят, что очень удивила архитектура в Киеве. Одна вокалистка из Румынии, из Бухареста, поэтому архитектура довольно похожа. Города одинаковые. Очень впечатлил наш широкий Днепр. И в целом здесь очень хорошая творческая обстановка. Поэтому они счастливы здесь быть. Ну и также дополнение было, что наши артисты думают, что уедут отсюда вдвое, шире и больше по размерам, потому что здесь очень вкусная еда. Исайя. Я очень-очень люблю Киев. Я думаю, что здесь люди очень красивые и очень сладкие. И я люблю, как там много деревьев вокруг. Это очень зеленое и очень круто. И также, и все очень красивые. И все очень красивые. Это мой первый раз в Европе, поэтому я очень хорошая. Это первый раз Исайя в Европе, в принципе. И в Киеве им очень понравилось. Очень приветливые, любезные люди. Здесь очень много зелени, много деревьев. И здесь потрясающая атмосфера. Поэтому Исайя счастлив здесь находиться. Нави-бенд. Это не первый раз вы в Киеве? Нет, конечно, не первый раз. Мы тоже жертвовали с Кристианом, мы тут разговариваем. И мы сказали, что за этой полгода мы уже 4-5 разов были в Киеве. Поэтому я не помню, какое у меня было первое урожение от Киева. Потому что это было, не знаю, 5-6 лет тому, когда я была в первой. Это не адекватно. И мы каждый раз довольняемся вот этим надвором. Видите, когда мы проезжаем сюда в холодный период, мы не разумеем, что в Киеве, где, в Минске. Поэтому для нас лето – это Киев за все. Мы были еще и в Одессе, и в Львове. На Новый год мы все строкали в Львове. Поэтому мы очень любим Украину. Так, Артем? Вось. Спасибо, Вадики, за вашу открытость и ширую любовь. Это… Мы открываем себя тут, как дома. Спасибо. Верните микрофон Кристиану. Проблемы с микрофоном, в основном? Да. Это у нас, да? Все равно. Не важно. Я хочу сказать, что я чистую себя здесь, как дома. Потому что я сам родился и жил в Москве 15 лет. И последние два года живу в Болгарии, в Софии. Архитектура очень похожа. Но я хочу сказать, что люди отличаются. И вы, ребята, такие теплые, настолько доброжелательные. И я очень рад быть здесь. И это мой первый раз в Киеве, в Украине вообще. И я обязательно посоветую всем своим друзьям приехать сюда. Потому что город, правда, невероятно красивый. Мы были на… Больше всего мне запомнился Андреевский спуск. Андреевский спуск, да? Очень красивое место. И правда, спасибо вам за то, что вы настолько лучезарные и такие позитивные все. Спасибо. Мы первый раз в Киеве. Когда-то в детстве я был в Киеве. Очень интересно было приехать, посмотреть, как живет Киев, что происходит. Первое впечатление, что Киев цветет. Что Киев воспрял, Киев цветет. Очень все красиво. Он зеленый. Он напоминает нам Вильнюс. Вильнюс тоже зеленый город очень. Мы со своей группой объездили большую часть Европы. И вот мы проверили такую мысль. И, в принципе, я могу сейчас, наверное, сказать и утверждать, что на Украине самые красивые женщины. Красивые? Простите. Красивые. 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 и у меня есть очень замечательная видимость от моего гостей, но самое важное для меня это люди, это самые последние впечатления, которые я получу везде, где я путешествую и опять же, это про фанаты, это про любовь, которые они чувствуют, и это все это для меня Игорь, когда ты говоришь про виду, теперь мы знаем, где ты живешь? Наши гости из Сан-Марина, у них, к сожалению, было так много времени насладиться Киевом, но также им безумно нравится архитектура, здесь потрясающая атмосфера, невероятные люди, и у наших гостей невероятный вид на Днепр, поэтому вы тоже примерно можете догадаться, где они живут У нас есть вопрос от юной участницы, Young Generation Меня зовут Эвелина, а сколько вы лет занимаетесь с вокалом? Я про всех Это Эвелина, она спросит, сколько лет ты сидишь? Сколько лет? Сколько лет? Восемь Я правильно понимаю, теперь новая участница в группе? Это новый мембер? Это новый мембер вашей группы, да? Да. Вот как попасть в шоу-бизнес, ребята, а вы на шоу ходите. Исаа? Я поет с 3-х годов, думаю. Исаа уже давно, поет с 3 лет. Мы так сами. Мама мне казала, что когда я сегодня размовляла, я уже нечто там мурлыкала. Вот тому вельми-вельми давно. Могу так сама отказать тое самое и пожедать наступной удельнице Евробачини от Украины. У нас новая звездочка загорелась сегодня, да? Аплодисменты юной победительнице Евровидения 2017. Я пою с 12 лет, не так, как все с 3-х, с 4-х, с рождения. С 12 лет пою, но... Я считаю, что время это не самое важное. Важно то, что мы испытываем, когда мы на сцене. И, ребята, если у вас есть какие-то мечты, если вы думаете начинать петь, не думайте, просто начинайте петь, творить. Просто дерзайте, хватайте за свои мечты, идите вперед. Это... Если вы правда этого желаете, то вы обязательно добьетесь того, чего вы хотите. Это правда так, это не просто слова. Поэтому я желаю вам всем достичь ваших мечт и быть самыми счастливыми людьми на планете Земля, потому что вы все этого заслуживаете. Денис, Виктория. Ну, мы с Викторией встретились достаточно давно, почти 20 лет назад. Мы были молодыми людьми. Многих-многих участников Евровидения еще не было. И вот, когда мы встретились, этот человек пел и пел уже очень хорошо. Прекрасно просто. Я просто все эти годы слушаю. Сколько это лет уже? Ну, сколько я помню, я пою, но мне больше, например, более эмоциональное чувство тебя постигают, как ты начинаешь писать свою музыку. Не просто петь, а ты пишешь, ее исполняешь и передаешь. Потому что Дэн началась с 16 лет, я с 16 лет вообще мне охотка подорвалась и пишу свою музыку. И вот эту песню, например, «Rain of Revolution», мы тоже написали с Дэном, и вот. Спасибо. Спасибо. Участники Сан-Марина также имеют очень долгую историю. Еще 10 лет в церкви церковные песни начинали петь, поэтому у всех очень большой опыт, все, как мы видим, люди это очень любят и это дело от души. У нас есть сюрприз, у нас есть сюрприз? Для следующего момента я требую вашего поддержки, вы должны аплодисовать. Я вам представлю победителя Eurovision 2030, Эвелия! Она будет петь для вас что-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте снимать уже полгода. Давай, на него кусочек, Ваня. Субтитры создавал DimaTorzok Мы можем сейчас сфотографироваться, пообщаться и взять автограф у наших гостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...